Приветствую вас друзья на канале Даниила и Ларисы. Полтора года назад я сварил чачу, сварил ее достаточно много, 15 литров, снял об этом видео, как я ее варил. Если не смотрели, ссылку на видео размещу в описании. Полный рецепт приготовления грузинской чачи. И поставил бочку на созревание. Прошло полтора года, за это время раз сто спрашивали, как там чача, видео просмотрело достаточно много народа, ну и решил снять дегустацию. Разлив из бочки, дегустацию, но так как сама дегустация чачи, все равно я вам не передам вкус этой чачи, хотя я знаю, что он будет потрясающий. Решил сразу же в этом видео рассказать, как я обрабатываю бочки промежуточно. То есть вот эта вот бочка, она 20 литровая, у меня сейчас есть новая чача, которую я буду заливать в эту бочку. Эта бочка была использована уже два раза, она стояла в погребе, то есть видите, она немножко заплесневела, такой вид имеет нелицеприятный. Так вот, я хочу рассказать в этом видео, как я обрабатываю бочку, как подготавливаю к новой заливке, ну и некоторые нюансы по поводу бочек. Ну, начнем, конечно, с того, что бочку надо опустошить. Смотрите, друзья, в любом случае, какая бы бочка чистая не была, в ней будет какая-то взвесь. И напиток, который мы из нее сейчас будем сливать, надо процедить. Самый простой способ, это использовать вот такой вот фильтр, который продается для капельных кофеварок. Вот, но я использую кувшинный фильтр. Очень удобно оставить банку, на него кувшинный фильтр. Вот таким вот образом получается такая конструкция. Единственный нюанс, не используйте кувшинный фильтр со сладкими напитками, он моментально забивается. Опа, как чепок у нас ловко выскочил. Ах, это фантастика, он пахнет так. Ну что, попробуем. Полился наш напиток. Процесс достаточно долгий через этот фильтр. 20 литров будет, ну, часа полтора, наверное, фильтроваться. Поэтому вот так вот, небольшой струечкой оставляю его. Пусть себе фильтруется потихоньку. А пока с приятнейшим звуком чаще фильтруется, давайте посмотрим, что у нас получилось. Дегустация будет чуть позже. Вначале хочу показать. Этот напиток имеет спиртуозность сейчас 41% спирта. Видно, да? Заливал я его сюда полтора года назад со спиртуозностью 55% спирта. У меня записано это на этикетке. То есть, 13%, 14% спирта. 41,55. Нет, подождите. Ну да, 14% спирта за полтора года куда-то делось. Так вот, я хочу рассказать о своих наблюдениях, что же произошло. Ну, все мы знаем, что бочка дышит, происходит газовый обмен, происходит насыщение напитка кислородом, воздухом, происходит его окисление. И туда вовнутрь попадает воздух. Взамен часть воздуха выходит и уносит какие-то пары. Так называемая доля ангелов. Вот, все знают, что она есть, но немногие понимают. Ну, вернее, я уверен, многие понимают. Я прошу прощения. Несколько раз мне люди задавали вопросы, что происходит. Давайте разберемся. Качество доли ангелов зависит от температуры. Итак, если у вас бочка находится в теплом помещении, то есть в квартире, там где температура не падает ниже 20 градусов, а летом и того выше. То есть летом может быть и 25 в квартире. Мы там кондиционер обычно 24 выставляем и считаем, что это прохладно. То есть нормальная температура в квартире, а если кондиционера нет, так это может быть вообще и 30 градусов, и вы ее никогда не охлаждаете, то напиток во время созревания у вас будет укрепляться. То есть его спиртозность будет повышаться. Доля ангелов будет отбираться только в виде воды, а спирт будет оставаться в бочке. И наоборот, если у вас бочка, вот у меня она стоит в подвале, там среднегодовая температура 10 градусов. То есть она стоит в холоде. В этом случае испаряются именно спирты. Физический аспект, почему так происходит, я не знаю. Это мое наблюдение. И вот 14% спирта из достаточно много, из 20-литровой бочки за полтора года у меня испарилось. Поэтому я четко знаю, если я напиток ставлю в холод, а вызревают у меня бочки в холоде, то я напиток всегда готовлю значительно крепче. Чтобы после того, как он будет созревать в бочке и потеряет часть спирта, чтобы он бы имел питьевую спиртуозность. Понимаете, если бы я залил сюда напиток спиртуозностью 40 градусов чачу, то сейчас бы получил бы каких-то 30 или 28 градусов, что было бы вообще неприемлемо. И непонятно, что с ним делать. Опять перегонять, но это глупость испортить напиток. Когда бочки созревают, то есть, допустим, возьмем Джек Дэниелс, к примеру, виски. Вы скажете, как же они делают. А бочки созревают у них под навесами в естественной среде. То есть, происходит цикл зима-лето. Летом испаряется вода и напиток укрепляется. Зимой испаряется спирт и напиток ослабевает. Но в результате этих годовых циклов, получается, суммарная доля ангелов, она как бы равномерно уменьшает и спиртуозность, и количество напитка. Ну, а в данном случае происходит вот именно такой эффект. Немножко запутанно я объяснил, наверное. Еще раз. Если у нас бочки вызревают в подвале, то напиток надо заливать туда более крепкий, так как испаряться будет спирт. Если бочки созревают в квартире, в тепле, то можно напиток заливать пищевой спиртуозностью, то есть 40 градусов. После процесса созревания напитка в бочке, его спиртуозность даже немножко увеличится. Что же нам дает бочка в процессе созревания? Сейчас наберу себе немножко чачи. Основных процесса два. Первый – это окисление напитка за счет того, что бочка дышит и пары воздуха проходят вовнутрь. Пары спирта или пары влаги испаряются наружу. Происходит окисление напитка. Я очень часто говорю, когда мы делаем напитки на щепе, просто в банке, чтобы повторить этот процесс окисления, который происходит в бочке, аэрировать напиток с помощью аквариумного компрессора. Если вы смотрели мои видео, практически в каждом видео, где алкоголь ставлю на щепу, я очень рекомендую аэрировать напиток хотя бы раз в недельку, чтобы он созревал адекватно. Какая красота, друзья! Второй эффект, посмотрите, какой он маслянистый, просто класс! Второй эффект – это цвет. Цвет мы получаем за счет дубильных веществ, содержащихся в дубе. То есть это эфирные масла дуба. Они насыщают напиток ароматом и они насыщают напиток цветом. Но, к сожалению, в этой бочке количество дубильных веществ не бесконечно. Оно отдается напитку с каждым разом при созревании напитка. Все меньше и меньше дубильных веществ из бочки. Она истощается просто. В ней остается все меньше и меньше этих веществ. И в результате, на четвертый раз для маленькой бочки вы получите практически белый напиток, совершенно неокрашенный и не имеющий этого замечательного... Это фантастика. Замечательного аромата дуба. Что нам делать в таком случае? Ну, если денег много, то бочку выкинуть и купить новую. Если по-разумному, то используем ту же дубовую щепу, которую мы используем для облагораживания напитка в обычных стеклянных банках. Высчитываем нужное количество щепы. Вот смотрите, эта бочка уже два цикла прошла. На третий цикл я буду добавлять где-то 50% необходимого количества щепы на объем напитка. То есть, грубо говоря, если я так добавляю на литр столовую ложку, то в данном случае при заливке буду добавлять пол столовой ложки. Следующую заливку я уже буду добавлять целую столовую ложку. Ну, а как бы после того, как, допустим, я сейчас заброшу туда щепу, напиток в ней облагородится в этой бочке, простоит там следующие полтора года. Я его солью, потом, когда я буду мыть бочку изнутри, я эту щепу просто вытрушу из нее, она совершенно спокойно, с водичкой. Ну, не с водичкой, я дальше расскажу, каким образом она оттуда вымывается и засыпается новая. Ну, теперь долго и нудно, я жду пока, а чаще все-таки продегустировать, я жду пока сольется бочка. Друзья, чача, полтора года, это напиток богов, это лучше, чем коньяк, пахнет она, это вообще просто нечто. Ну, к сожалению, я думаю, что скоро GoPro выпустит камеру, которая начнет передавать запахи и вкусы, и тем самым кулинарным и алкогольным блогерам крепко подсластит жизнь. Ну, может и не скоро, но мне кажется, такой уровень технического прогресса не за горами, с учетом того, с какой скоростью он сейчас движется. Это просто фантастика, это настолько ароматный напиток, настолько классный, я чаще люблю больше, чем коньяк. Очень сильный вкус виноградика, несмотря на то, что напиток полтора года простоял в бочке, очень сильный вкус, вот такой вот свежий классный вкус винограда. Плюс к этому потрясающий вкус дубовой бочки, невероятный аромат, но это надо попробовать. Щипа такого эффекта не дает. Вот вы как бы спрашивали, как чача. Вот, отвечаю на вопрос. Чача офигительно. 20 литров прекрасной чачи. Я думаю, что на год мне, моим близким, моим друзьям этого запаса хватит. Вот такая вот. Друзья, вернемся к бочке, она полностью процедится, и я расскажу, как ее по новой перезаправить. Вот, как самая приятная процедура закончена, и мы опустошили бочку, надо ее простерилизовать. Большие бочки обрабатывают методом окуривания серой. Для маленьких бочек лучше использовать раствор метабисульфата или пиросульфата. Продается как стерилизатор. Практически та же сера, даже пахнет серой. Очень хорошо убивает все микроорганизмы, которые могут туда попасть. Часть раствора наливаю вовнутрь бочки. И в процессе работы с бочкой, потом ее еще хорошенько отрушу. Теперь часть раствора наливаем в какую-то емкость и обрабатываем бочку снаружи. Этот раствор очень хорошо снимает все плесени, которые образовались на бочке. Ну и дезинфицирует. То есть, вот даже если взять из распылителя и побрызгать раствор на плесень, она моментально загибается просто на глазах. Ну, таким вот образом обработаем бочку со всех сторон раствором метабисульфата. Точно так же обрабатываем все торцы. Ну, стараемся смыть вот эти остатки плесени. Плесень сама погибает, но раствор окрашивает. Вообще, если не водит такая большая бочка, ее можно мыть прямо в тазике в каком-нибудь. Но эту приходится протирать. После того, как протерли, тщательно ее вытираем. Далее, хорошенько вот такими движениями споласкиваем бочку изнутри. Ну, с учетом того, что я ее крутил только что полностью, она изнутри полностью сполоснулась. И сливаем все содержимое. После этого оставляем бочку просушиться. Избегайте сушить бочку возле нагревательных приборов и при попадании прямых солнечных лучей. Также не оставляйте ее надолго. То есть, ну, максимум это на ночь. И то, если температура не очень высокая. Если лето, 2-3 часа достаточно. И мы приступим к следующей фазе. Будем покрывать бочку воском. Это делается опционально. И, в принципе, этого можно избежать. Но я рекомендую раз-два в три года покрывать бочки воском по новой. Нам понадобится пчелиный воск. Ну, купить его вообще не проблема. И любое растительное масло. Ну, у меня здесь оливковое масло. Друзья, просохнет бочка. И я покажу, что делать дальше. В любой подходящей емкости помещаем воск на плиту. Не используйте газовый нагрев. Ну, по возможности не используйте. Если используете его, то делайте это крайне аккуратно. По той причине, что воск горючий. А тем более в смеси с маслом. В воск добавляем примерно 30% от веса растительного масла. Можно использовать любое растительное масло. После того, как воск полностью растворился и перемешался с маслом, можем приступать к покрытию. Кисточкой аккуратненько, тонким слоем покрываем всю бочку. Вот таким вот образом. Не забывайте, что отстирать этот воск будет достаточно сложно. Как от одежды, так и от поверхностей кухни. Если вы заляпаете всю одежду воском, ваша супруга наверняка не порадуется этому факту. Поэтому одевайте такую рабочую одежду и застелите чем-то пол и близлежащие поверхности кухни. В принципе, производители бочек перед продажей точно так же покрывают бочки вот такой вот смесью из воска и масла. Достаточно быстро застывает. Поэтому размазывать его тоже надо быстро. Очень толстый слой нам не нужен. Достаточно покрыть бочку совершенно тоненьким слоем. Это даст хорошую защиту от плесени. И, соответственно, напитки содержат. Дышать бочка не перестанет. Можете не переживать за это. Потому что, повторяю, даже, во всяком случае, все нормальные производители, все хорошие производители бочек перед продажей вновь изготовленную бочку покрывают пчелиным воском. Вот по такой же технологии. Но я думаю, что они по-другому, конечно, это делают. Не кисточкой. Но так или иначе делают. Точно так же покрываем боковые поверхности бочки. Стараемся как можно меньше нагадить вокруг. Обрызгать все воском. И делать это тоненьким слоем. Но полностью брызг не удастся избежать. Поэтому очень рекомендую. Застилайте все. Застилайте хорошо, качественно. Таким вот образом. Далее провернули бочку. И продолжаем. После того, как бочка полностью покрыта, берем бумажное полотенце и как бы вот так вот заполировываем ее. Затираем. Таким образом смесь воска хорошо попадет во все поры дуба. Ну и можно снять где-то, если есть наплывы чисто косметические, которые вас не устраивают. Если вам очень важен внешний вид бочки, то есть мне не важно, вот то, что она такая в разводах, скажем так, то, что неравномерно покрыта. Но если у вас бочка где-то стоит в квартире на видном месте и вы не хотите, чтобы она имела вот такой вот вид неопрятный, тогда берете у жены фен и проходитесь вот так вот феном. И, соответственно, за феном растираете все бумажным полотенцем. Тогда покрытие будет совершенно однородное, иметь товарный вид, такое глянцевое, красивое и бочка будет выглядеть как новая. Бочка готова к последующему использованию. Любым удобным способом засыпаем в бочку нужное количество дубовой щепы. Тут нужно поиграться. Щепа, в данном случае, у меня достаточно крупная. Раньше бывала более мелкая. Сейчас что-то мелкое заказать не могу. Может, даже не вся проходит через воронку. Вот так вот нужное количество просто щепотками туда засыплю. И далее можно приступить к заливке напитка. Я заливаю в бочку чачу. Спиртуозность у меня средняя. Здесь 55-60% спирта. Ну, разная сортировка, разные отборы. Ну и потом я получу уже микс. Кстати, и чачи тоже разные. Получится купаж такой. Есть еще одно мнение, которое имеет право на жизнь. Заливать в бочку дистиллят очень высокой крепости. 70-80%. Я с этим, в принципе, согласен. И подтверждаю, что напиток получается так лучше. Но вот мое мнение, что даже коньяки заливают в бочки на созревание с высокой спиртуозностью. Потом после созревания разбавляют и купажируют. Вот. Но для наших условий, для приготовления домашнего алкоголя, то есть достаточно много надо сделать такого дистиллята, чтобы заполнить одну бочку. Поэтому в данном случае я заливаю дистиллят уже практически, который будет после вызревания, после того, как он потеряет некоторую спиртуозность за время вызревания, он уже будет пищевой. Если я делаю на щепе облагораживание, тогда, естественно, я использую дистиллят высокой спиртуозности. Все готово. Осталось закупорить крышечку. И повесить стикер. С датой, крепостью и количеством напитка. Можно отправлять на созревание. Естественно, в этом видео, друзья, показано мое видение, мое мнение. Оно может отличаться от вашего. Но я вот делаю так. Также это соответствует рекомендациям производителя бочек. Ну, в частности, вот с тем человеком, у которого я покупаю бочки, он рекомендует делать именно так. Ну и опыт использования бочек. Уже вот некоторые бочки у меня по 6-7 лет тоже подсказывает мне, что это правильно. Бочки не портятся, не стареют. Ну как, они истощаются, но как бы сами по себе они не выходят из строя. Бочкой можно пользоваться бесконечно. Единственное, что использовать щепу. Поэтому, друзья, если кому-то полезно, то не забудьте поставить лайк этому видео. И, конечно, подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами. А мы с Ларисой снимаем для вас новые интересные видео. Всего доброго. Пока. Пока.